Неемия, глава, седьмая И, доколе не обогреет солнце, и, доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в них написано, и в ней написано, вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных на Мухадоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем и Иисусом, Неемией, Азарией, Рамией, Нахманием, Мардахеем, Белшаном, Мисфером, Бегваем, Нехумом, Вааною, число людей народа Израилева. И дальше от восьмого стиха до пятьдесят девятого перечисляются имена людей, пришедших в Иерусалим. Теперь я читаю шестидесятый стих. Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых, триста девяносто два. И вот вышедшие из Тель-Мелаха, Тель-Харши, Херув-Аддона и Эмера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они, сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Никоды, шестьсот сорок два. И из священников сыновья Ховайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Галадитянина и стал называться их именем. Они искали родословные свои записи и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек, кроме рабовых и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь, и при них певцов и певиц двести сорок пять. Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять, верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тершафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра. Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд. И стали жить священники и левиты и привратники и певцы и народ и нефиней и весь Израиль в городах своих.